В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Кто в зоне риска? Уклонистам из числа омских призывников грозит штраф. Три террасы снова мимо. Почему местный подрядчик не прошел прокурорскую проверку? Зубастые препятствия на дороге знаний. Мэрия и правоохранители отреагировали на историю с нападением бродячих собак на ребенка. Жизнь с диагнозом. Как дети бабочки справляются со своей редкой болезнью? 44 протокола за уклонение от частичной мобилизации. В правительстве Омской области впервые представили данные о неявившихся в военкоматы призывниках. Сейчас 44 жителям региона грозит предупреждение или штраф до 3000 рублей. При этом денежное наказание может настигнуть даже тех, кто не встал на военный учет при переезде на новое место жительства, не сообщил об изменении семейного положения, места работы или других личных данных. Вид ответственности определит суд по каждому конкретному делу с учетом обстоятельств и уважительных причин. Региональные власти напомнили, повестку мобилизованный должен получить лично из рук сотрудника военкомата или уполномоченного лица. Прокуратура и антимонопольщики проверили военторги после жалопомечей на завышение цен. Первые мобилизованные из нашего региона уже отправились на места службы. Спрос на определенные товары резко вырос, а вслед за ним и стоимость. Местные жители обращались в УфА с жалобами на подорожание берцев и тактических перчаток. Контролирующий орган выезжал по обращениям граждан. Из-за введенного в этом году моратория ревизоры не могут проводить проверки. Но на три запроса о мечей практическая реакция была, сообщает город 55. 5 и 6 октября специалисты антимонопольной службы и прокуратуры побывали на хитром и ленинском рынках. Проанализировали ситуацию в восьми магазинах. В основном они принадлежат частным предпринимателям. Нарушений не выявлено. Рост цен не более 4%. Это допустимо. Цитата представителя УфАС. Возможно, раньше люди покупали более дешевые товары. Сейчас эти позиции исчезли и остались только более дорогие товары, которые всегда стоили столько. Поэтому у покупателей могло сложиться впечатление о росте цен в целом. Конец цитаты. Тем не менее, работу с жалобами ревизоры продолжат. 29 сентября 2022 года Федеральной антимонопольной службой территориальным органам поручено усилить контроль за ценовой ситуацией на рынках торговли амуницией, тактической одеждой, снаряжением, спальными мешками, термобельем и тому подобное. В связи с мораторием на проведение плановых и внеплановых проверок, контроль в настоящее время осуществляется в рамках рассмотрения обращений в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением, либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников соответствующих рынков. Чтобы указать антимонопольщикам, например, на необоснованный рост цен, амичи должны предоставить точные данные. Адресы названия магазина, наименование товара, его стоимость до и после подорожания. Только с этими сведениями специалисты смогут зафиксировать возможные нарушения. Направить жалобу можно по специальной форме на официальном сайте ведомства. Там же есть подробная инструкция. Конфликт исчерпан. Омский горсовет вынес решение по инциденту с депутатом Анной Степаненко. Напомним, после выборов у нее возник серьезный конфликт с соседкой по подъезду. Амичка написала заявление на депутата в полицию. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. Вердикт вынесли на внеочередном заседании комитета по регламенту и вопросам организации работы Омского горсовета. Депутаты признали, действия Степаненко противоречат правилам депутатской этики. Однако их коллега публично извинилась перед соседкой и понесет административное наказание. А значит, инцидент можно считать исчерпанным, пояснили в комиссии. Детские площадки, которые обустраивают в Омске по нацпроекту в Советском округе, небезопасны. К такому выводу пришли специалисты окружной прокуратуры и активисты Народного фронта. Они проверили сразу три малые зоны рекреации для детей. Это площадка у дома номер 3, дробь 2 по улице Тюленина, территория у дома номер 165D по проспекту Мира, а также объекты у домов номер 27 и номер 27А по улице Нефтезаводская. Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» их и благоустраивает подрядная организация «Завгор». Качеством работы эксперты остались недовольны. Нашли дефекты покрытия детских площадок, отдельных элементов и стендов. Решается вопрос о внесении акта прокурорского реагирования. Кстати, это уже не первый. Аналогичные представления фирма недавно получила за некачественно уложенную плитку возле Тюза и дефекты при благоустройстве сквера Веретено на Левобережье. Дорога в школу станет безопаснее. Прокуратура заинтересовалась историей с нападением стаи бродячих собак на девочку около школы номер 44. Ребенка удалось защитить прохожим, однако горожане отреагировали на ситуацию бурно. Следователи уже начали устанавливать все детали происшествия. Также они выяснят, правомерно ли действовали службы, которые должны следить за бродячими животными. В следственном комитете напоминают, в регионе круглосуточно работает горячая линия ребёнок в опасности с коротким номером 123. В любое время по телефону можно обратиться за помощью. Ситуацию с зубастыми четвероногими прокомментировали в мэрии. Там сообщают, собаками займётся бригада для отлова. Ранее заявок по данному адресу на отлов агрессивных животных не поступало. Однако в связи с большим количеством обращений о скоплении безнадзорных собак возле образовательного учреждения, в ближайшее время туда будет направлена бригада отлова бюджетного учреждения Омска «Муниципальный приют для животных». Напоминаем, если собаки проявляют немотивированную агрессию по отношению к людям, вы можете подать заявку на отлов агрессивных особей в свою управляющую организацию или комитет территориального общественного самоуправления. Для того, чтобы получить помощь от специалистов в отлове бездомных собак, амичам стоит обращаться в муниципальный приют для животных по телефону, который указан на экране. Заявку также можно подать лично по адресу. Улица 2-я Учхозная, 2-А. После обращения с заявителем согласуют время отлова и выполнение обязательных условий для проведения работ. Сел за руль под шофе и очутился в больнице. В ГИБДД поделились подробностями аварии, которая произошла утром 25 октября на Светловской. Сообщение о ДТП с пострадавшими сотрудники получили около половины восьмого. На месте предварительно установили, что 44-летний водитель Рено выехал на встречную полосу и врезался в Хюндай. В итоге оба автолюбителя попали в больницу. Позже выяснилось, что человек, который считается виновником аварии, был пьян. Это подтвердили показания алкотектора. Возбуждено административное дело по статье «Управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения». Полиция проводит проверку. Спасал жизнь и боролся с огнем. Пожарный катер Омского управления МЧС завершил работу в этом сезоне. Плавсредство разоружено и отправлено на зимнюю стоянку. Там оно будет находиться до весны. В летний сезон пожарный катер – важная транспортная единица, говорят спасатели. Между собой они даже называют его пожарная часть на воде. За шесть месяцев с мая по конец октября катер совершил шесть выездов. Один из самых ярких примеров – работа в июле этого года. На пульт диспетчера поступило сообщение. Очевидец рассказал, что мужчину унесло течением, когда он купался в необорудованном месте. Экипаж пожарного катера отправился на место. Человека обнаружили и смогли спасти. Преимущество пожарного катера в том, что он может подойти к труднодоступным местам, находящимся в середине реки, то бишь на острова. На острова наземная техника зайти не может. При большом возгорании идет затымление на город. Наш пожарный катер имеет независимый источник воды. Мы берем воду прямо из РТШ и путем подачи ее через лафетный ствол, а также можем проложить рукавные линии. Происходит тушение. Из-за того, что вода у нас не ограничена, тушение происходит оперативно в кратчайшие сроки. Компенсации жителям за работы по догазификации в Омской области увеличены, сообщили в региональном Минтруда. Раньше амичи могли получить от 50 до 90 тысяч рублей. Теперь сумма варьируется от 100 до 130 тысяч. На максимальный размер могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на человека. В нашем регионе это 18 654 рубля. Если амичи зарабатывают больше, то выплата на догазификацию снизится. Для амичей, которые получили компенсацию по программе ранее, произведут автоматический перерасчет. Кстати, категории получателей стало больше. Теперь их 15. В список попали мобилизованные амичи и ветераны боевых действий. Независимо от критерия нуждаемости, мобилизованные жители региона и члены их семей могут получить максимальный размер компенсации 130 тысяч рублей. Для подачи заявления необходимо обратиться в МФЦ по местонахождению дома. Кроме того, получить максимальный размер компенсации на догазификацию 130 тысяч рублей без учета доходов могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Бывшие незавершеннолетние узники концлагерей обладатели знака жителю блокадного Ленинграда. На занятиях 12-летний Саша старательно оттачивает технику движений. Ирландские танцы – это самый настоящий спорт. Тяжелый физически, но завораживающий при взгляде со стороны. Ребенку прилежности не занимать. Трудно поверить, что на каждой тренировке он сильно рискует. Если только не знать о том, что у мальчика булезный эпидермолиз или синдром бабочки, как его называют в народе. За поэтичными словами страшная суть. Кожа у таких детей очень нежная и хрупкая. Даже просто неудачные прикосновения оборачиваются ранами и болью. Сложности в быту – это вот когда внезапно упал, ободрался, срочно нужна перевязка. И поэтому я не могу его куда-то одного далеко отправить. Он у него постоянно с собой рюкзак с перевязочными средствами. То есть там бинты, специальные повязки, специальные крема, ножницы, все эти антисептики. Септики, рюкзачок с собой постоянно носит. Особенно на тренировке. Лекарства от этого заболевания нет. Казалось бы, жить без бинтов и специальных средств практически невозможно. Только сидеть в четырех стенах и забыть про активную жизнь. Но Саша доказывает – синдром бабочки не приговор. Болезнь он переносит чуть легче, чем многие люди с таким же диагнозом. Раньше подросток занимался еще и каратэ. А его распорядок дня не отличается от расписания сверстников. Ну, просыпаюсь, чищу зубы, еду в школу. Потом еду к папе в офис. Там делаю уроки. И потом либо домой едем, либо на тренировку. А чем ты увлекаешься? Ну, ирландскими танцами. В компьютере люблю посидеть. На помощь семье Сынтиных в свое время пришел фонд «Дети-бабочки». Полгода назад наш телеканал рассказывал о том, как в Омск приезжали медики из Санкт-Петербурга, которые делились столь ценным опытом с местными коллегами и проводили обследования для детей и взрослых. На прием к врачу тогда попал и Саша. Всего в Омской области проживают 9 человек, за которыми присматривают специалисты фонда. По России таких около тысячи. А глобальная статистика гласит – в среднем один ребенок-бабочка приходится на 50-100 тысяч новорожденных. С 25 по 31 октября благотворители проводят в стране акцию. «Неделя осведомленности о булезном эпидермолизе». Цель фонда – не только просветить людей и сделать их лояльнее, но и показать самим бабочкам, что мир вполне может быть дружелюбным.